В французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете. На-на-на, на-на-на-на-на-на-на. Всем привет! В эфире наш универ. Я Илья Суховалов. И я, Юлия Камлякова, расскажем вам о жизни в нашем универе и не только. Сегодня в программе. Эффективный управленец. Профессия на все времена. Гид по зимнему городу. Чем заняться в морозы? Этот парень с гитарой. О чем поют барды в нашем универе? Илья, как ты думаешь, что необходимо для того, чтобы стать хорошим управленцем? Надо быть грамотным менеджером, крепким хозяйственником. Да, но самое главное, надо отучиться в универе. Желательно хорошо и обязательно в нашем. Мы в Ломоносовской гимназии. Благодаря старшеклассникам по вечерам в учебном заведении, как в песне, в коморке за актовым залом репетируют школьный ансамбль. Солист группы «Аустерлиц» Игорь Сучков в детстве мечтал работать на телевидении, а в 9 лет составил свою родословную до пятого колена и всерьез увлекся историей. Нежные чувства с одной стороны к микрофону, а с другой к гуманитарным наукам Игорь сохранил до выпускного класса и решил пойти в политику. Чем больше я вот сейчас с возрастом, я вот в общественную какую-то деятельность, в политическую постепенно включаюсь, мне, конечно, вот политика, как сфера работы, мне нравится. 11-классница из 21-й гимназии Софья Быкова активно участвует в жизни городского штаба школьников. Эти стены помнят многих пионеров спустя годы, ставших весьма важными персонами. И несмотря на то, что выросла Софья в семье врачей, карьера медика ее привлекает значительно меньше, чем путь управленца-менеджера. Традиционно все любят власть, традиционно все хотят управлять. Поэтому традиционно самое большое пользуется популярностью – это государство муниципального управления. Институт управления Софу – почти ровесник новой России. С распадом Советского Союза и образованием новой системы власти стране понадобились новые специалисты в области госслужбы. Выпускников института сегодня можно встретить и в мэрии города, и в администрации области. Работа в госорганах, я ее сравнивал со службой в армии. Ты пришел сюда и работаешь, в общем-то, не для финансовых целей, а для целей, для того, чтобы сделать что-то хорошее, полезное для страны, для области, для города. Роман Даманский знает, о чем говорит. Еще на третьем курсе института управления он попал на практику в банк, где в общей сложности уже после получения диплома проработал пять лет. Причем довольно успешно, на разных должностях, вплоть до руководителя дополнительного офиса. Но в какой-то момент Роман решил сменить сферу деятельности и теперь работает в администрации области, помощником губернатора. Если человек поступает, если он уже с первого, со второго курса начинает думать о своей дальнейшей карьере, значит, он не только хорошо учится, он активно участвует в общественной жизни, он где-то выступает на конференциях, и когда идет на практику, он показывает себя с лучшей стороны. Зарубежный регион оведения относительно молодое направление подготовки и уже одно из самых популярных у абитуриентов. Конкурс большой, но амбициозных молодых людей это не пугает, ведь в будущем эти студенты смогут работать в любой сфере бизнеса, так или иначе предполагающей международные контакты. Большинство выпускников, как правило, продолжают обучение за рубежом, в результате становясь экспертами в области политики, экономики и культуры регионов Северной Европы, Арктики или Северной России. Моя тема, как раз таки, обозначена в этой карте «Барин Северо-Арктический регион» с момента его создания в 1993 году по текущее время. Александр Дерягин еще в школе достаточно успешно занимался языками и к выпускному классу окончательно решил связать свою жизнь с международными отношениями. Закончив университет с красным дипломом, Александр поступил в аспирантуру и сейчас занимается изучением истории «Барин Северо-Арктического региона». Мы обладаем самым большим континентальным шельфом, который занимает огромную территорию. Конечно, все стремятся к активному, взаимовыгодному сотрудничеству именно с Российской Федерацией. Дмитрий Юрков после школы дважды поступал в Минский радиотехнический институт и дважды не смог сдать обязательный при поступлении белорусский язык. Оставив надежды покорить белорусскую мову, подал документы на физмат архангельского педагогического. Получив диплом, работал в школе учителем информатики. Время было непростое, начало 90-х. Оставив педагогику, Дмитрий Васильевич вместе с друзьями в складчину приобрел небольшой магазин на окраине города. От той попытки попробовать на первом магазинчике, небольшом, в глуши, в результате это переросло в большую идею, и сейчас это уже больше 100 объектов. То есть вот от одного к ста мы пришли вот за 20 лет. В какой-то момент Дмитрий Васильевич понял, что знаний, полученных на физмате, не хватает, и поступил в институт управления, где изучал основы менеджмента, маркетинга, экономической теории, управления персоналом, логистики и бизнес-планирования. Успешный бизнес Дмитрия Яркова – прекрасная иллюстрация старого принципа «Знание – сила». Второе образование мне дало знания друзей по-новому взглянуть на свою личную жизнь и увидеть пути решения на ближайшие порядка 7-10 лет. У меня изначально были сомнения по управлению, потому что есть такое мнение, что управленцев сейчас очень много, и потом найти работу хорошую, хорошо оплачиваемую, очень сложно. А в принципе сейчас, так вот посмотрев, пообщавшись как раз с выпускником, то есть в принципе я понял, что шансы-то определенно есть. Главное – работать, главное – учиться, и на практике свои знания потом хорошо, значит, показать. Особенно мне понравился преподаватель, который рассказывал вот как раз о туризме, да, в северных странах, и это было так увлекательно, и я узнала столько для себя нового, так что я думаю, эта специальность как раз очень даже подходит для меня. Илья, а ты в морозы что делаешь? В морозы я мерзну. Ну это понятно. А чем планируешь заниматься долгими зимними вечерами? Конечно, культурным развитием и самосовершенствованием. Буду, как говорится, расти над собой. Значит, давай так, я тебе ни о чем не спрашивала, и ты мне ничего не отвечал. Сейчас смотришь сюжет о том, что делают зимой нормальные люди, и как ты любишь занимаешься развитием и самосовершенствованием, а я потом проверю. Вот и пришли сибирские морозы. Гулять по улицам в такую погоду отваживаются немногие. К тому же приближается сессия, и студенты засели за книжки и курсовые. Но отдых в выходные никто не отменял. Как же весело и с пользой провести время в замерзающем городе. Приглашай друзей и следуй нашему маршруту. Плюсы игры в боулинг – большое количество участников и спортивный азарт. Цель игры – сбить как можно больше кеглей за наименьшее количество ударов. Но соревновательный момент не так важен. Главное – сам процесс. Ведь когда играешь с друзьями, успеху каждого радуешься как своему. Мы постоянно ходим в боулинг с друзьями, особенно когда погода плохая и не погуляешь. Мы приходим в боулинг, и нам тут довольно весело. А после такого активного отдыха самое время для настольных игр. В любом уютном кафе нашего города можно собраться для игры в мафию. Присыпается мафия. Поклонников этой игры становится все больше. От участников требуется актерское мастерство, знание психологии и ораторские способности. Используя разные способы убеждения, каждый должен доказать, что он не мафиози. А после настольных игр пришло время танцев. Но не думайте, что все будет банально, и мы отправимся в клуб. Идем зажигать на танцевальный аппарат или памп, так его называют любители. Сюда мы пришли первый раз, и нам понадобилась помощь профессионалов. То есть ты кидаешь жетон, дальше перед тобой список песен, их 80 штук. Ты выбираешь песню, дальше выбираешь уровень сложности. То есть от уровня сложности зависит скорость. Дальше ты должен... вот стрелочки идут. То есть когда она доходит до верха, ты должен нажать ее на панели. Если ты станцуешь плохо две песни, тогда третью тебе не дадут. Если ты танцуешь хорошо, то тебе дают три песни. Автомат оценивает игрока по точности нажатия кнопок. В зависимости от затраченного времени он показывает результат. Perfect, good, bad или miss. Мы быстро освоились и даже получили песню в подарок. Здесь мы были первый раз вообще, то есть никто не ждал такого эффекта, всем понравилось. Но скорее всего сюда придем еще раз, может и не раз даже. Несмотря на суровую сибирскую зиму, в нашем городе есть масса возможностей проводить время весело и незабываемо. Надо ценить время и студенческие годы, которые никогда не повторятся. Илья, ты никогда не хотел стать бардом? Симпсоном? Да нет, исполнителем бардовской песни. А, нет, у меня же ни бороды, ни свитера, ни гитары. А это, кстати, совсем не обязательно. Да ладно. Да вот тебе сюжет. Стучите и вам откроют, гласит слоган бард-клуба СФУ Бомбардировщик. За 10 лет работы сложился большой дружный коллектив и каждый год он принимает в свои ряды новых участников. В этом году у нас было концептуальное посвящение, так как 10 лет. Ребятам предстояло придумать список слов, где есть частица бард, как у нас название бомбардировщики. Собрать палатку, разобрать, сделать, запустить, самолевать. Отдарили им памятные всякие штуки, типа там и значок, наклейку, да. И носки красные, вот они, такие характерные, прям от бомбардировщиков, красные линии. Все 10 лет. Сегодня клубом руководит Алена Рубанова. Ей удается поддерживать в коллективе удивительно позитивный настрой. Они больше семья, чем друзья-приятели. Очень много времени проводят вместе. Попасть в эту поющую семью может любой, кто готов делиться музыкой и дружбой. Ребята собираются в маленьком кабинете, но говорят им не тесно. Музыкальные инструменты дарят любимый университет. Все для активных и позитивных людей. У меня всегда было желание заниматься этим, но как-то не было единомышленников. Я вообще приезжая. И вот пришла в клуб, и сразу, можно было даже сказать, поражена тем, какие ребята. Они все очень доброжелательные, такие веселые, всегда готовы принять, помочь. И вот я решила, что я отсюда не уйду, я здесь останусь. И ребята сказали, что помогут, что-то там где-то поднатаскают в плане гитары и пения. Бомбардировщики – один из самых успешных коллективов в Сибирском федеральном университете. С различных конкурсов и фестивалей барды везут в Красноярск благодарственные письма и дипломы. И что очень важно – призы зрительских симпатий. Любовь к музыке – это то, что их объединяет. Если ты любишь посиделки у костра с гитарой, стучи, и тебе обязательно откроют. В любое время вы можете зайти на наш сайт – нашунивер24.рф, а также приглашаем нашу группу ВКонтакте. Все сюжеты программы вы можете посмотреть на интернет-порталах «Вся Россия» и «Дельфик ТВ». В Сибири и в Арктике. Даже в самые трескучие морозы. Нам дарит тепло, хорошая песня. И встречи с добрыми друзьями. Обязательно увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok